Во время войн неизбежно страдают люди и уничтожается гражданская инфраструктура. Не исключение и война России против Украины. И каждый удар по цивильным объектам сопровождается потоком лжи, пропаганды и манипуляций. Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук. И сегодня попробуем разобраться, где-то грань, которая отделяет удары по законным военным целям от уничтожения гражданских объектов, что является военным преступлением. А мои собеседники – руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и юрист, кандидат юридических наук Захар Тропин. А для начала разберемся с военными и гражданскими целями во время войны. Что такое законные военные цели? Это, знаете, как раз вот тот вопрос международного гуманитарного права, который с одной стороны очень простой, а с другой стороны очень сложный. Потому что, в принципе, простой почему. Есть три принципа базовых, которые определяют легитимность, нелегитимность цели. То есть здесь даже неправильно говорить легитимность. Является ли это военная цель или это гражданский объект, который подлежит защите и на него не можно нападать. Принципа этих, по сути, три. Это избирательность, пропорциональность и, ну, скажем так, не принцип, но правила принятия мер предосторожности. Скажем так, вот три основных таких правила. И, ну, вроде бы просто. А там уже начинаются сложности в применении этих правил. Если говорить по военной цели, что такое военная цель. Военная цель, то это определение можно свести к двум основным категориям. Первая, она, скажем так, помогает в ведении вооруженных действий, то есть боевых действий, вооруженных действий. Это первое. И второе, это то, что ее нейтрализация, уничтожение, захват, скажем так, предоставит явное военное преимущество. То есть вот два вот этих вот основных момента. Первое, это способствует военным действиям. Другое, ее уничтожение, нейтрализация даст явное военное преимущество. Вот это определение, что такое военная цель. Что такое гражданский объект, определения нет. Определяется так. Все остальное это гражданский объект. То есть есть вот военная цель, а все остальное это гражданские объекты. Есть еще третья категория, так называемые объекты двойного назначения. То есть которые одновременно могут использоваться и в гражданских целях. Но с другой стороны, они по этим критериям использования для военных действий и критерия, что его уничтожение приведет к значительному военному преимуществу, они являются объектами двойного назначения. Прежде всего, это наиболее популярное, это объекты инфраструктуры, например, мосты. Это классический объект двойного назначения. Все остальное, это военная цель, это два критерия, все остальное это гражданские объекты. И вот здесь как раз начинает действовать принцип неизбирательности. Атаковать можно только военную цель. Запрещено атаковать гражданские объекты. Но гражданский объект может стать объектом, который может подлежать атаке, если он опять станет отвечать вот этим двум критериям первым, которые я сказал, что такое военная цель. Но, что очень важно, любые действия агрессора, который начал неспровоцированную, незаконную с точки зрения международного права войну, они априори противоречат международному праву, даже если это цели, и если цели избираются сугубо военной, не имеет значения. То есть, если мы говорим о России, все удары России, любые, даже по военным объектам, по аэродромам, по военным частям, они в любом случае идут в нарушение международного права, потому что они идут во исполнение агрессивной войны, которая сама по себе идея противоречит международному праву. А вот что касается удара в ответ, когда украинское государство реализует право на самооборону, согласно устава ООН, и реализует абсолютно легитимно, согласно соответствующей статье устава ООН, это другое дело уже. Оно должно осуществляться в рамках того, как я только что объяснил. Еще с советских времен воинские части часто размещали в городах. Должны ли военные покидать свои части для того, чтобы снизить угрозу для гражданских? В первую очередь должны покидать для того, чтобы не подвергать опасности себя и размещаться, скажем так, в полевых лагерях, в других условиях и так далее. Почему? Потому что, ну, вы же понимаете, что об этих частях, как правило, известны, они могут быть под ударом. Поэтому да, должны покидать, чтобы не подставлять непосредственно существующие условия проживания людей. Это да. А что касается застройки, это, кстати, заметно, вот потом, как Россия наносит иногда удары по территории Украины, они фактически действуют по тем картам, которые еще остались в советских времен. Они не всегда проводят доразведку, либо спутниковую разведку, аэроразведку. Не всегда у них есть возможность, очевидно. И они вот реально фиксировали случаи, когда прилетали ракеты просто по жилым микрорайонам, которые действительно строились на местах, где когда-то были промзоны. Но их там уже нету более 10 лет и дальше. То есть там их нет уже. Но они вот даже не заморачивались. И в принципе для них все равно это было нормально. То есть, а, ну попали в здание жилые дома, ну люди же пострадали, пострадали же украинцы. Кто-то погиб, кто-то ранен. Ну так и хорошо. Вот и все. Поэтому, что касается обеспечения безопасности городов, то, конечно, скажем так, размещение каких-то военных объектов, военных целей предумышлено с целью просто их там скрывать и прикрываться гражданскими людьми. Ну, конечно, то, как особенно, например, действовали на оккупированных территориях Донецке, Луганске часто, и не только во время полном штаба, но вторжение – это недопустимые меры. Каковы критерии того, что гражданский объект стал военным? Категория гражданских объектов, она может, скажем так, плавать. То есть гражданский объект может быть гражданским объектом, потом он стал военным объектом вследствие его использования. Потом он перестал быть военным объектом, потому что там он перестал, ну, использоваться. Например, частный дом. Обычный частный дом. Частный дом – это гражданский объект. И просто так его атаковать запрещено. Но, допустим, туда заходит группа солдат и использует этот дом в качестве огневой позиции. Этот гражданский объект становится законной военной целью. И, опять же, вот эти два критерия, что он используется для... И его уничтожение даст значительное военное преимущество. Здесь и сейчас. Вот в частности, также, это, скажем так, такая неприятная тема, при всем запрете использования школ, там есть и другие критерии, но школа тоже может стать военной целью. То есть, если она используется военными для размещения, для, скажем так, для сохранения боеприпасов и так далее. Это другое дело, что там есть другие, скажем так, принципы, которые в некоторых ситуациях запрещают использовать школы. Однозначно запрещено использовать школы параллельно. И как для учебного процесса, и одновременно размещать там военных. Однозначно запрещено использовать школы, которые находятся, скажем так, непосредственно в близности от домов, где живут люди, где, скажем так, находятся дети и так далее. Это запреты к использованию. Но если же военные все-таки начали использовать, то все, это уже военная цель. И здесь, в отношении возможности атаки на эти военные цели, здесь уже тогда действуют дополнительные вот эти принципы пропорциональности. То есть, чтобы атака на эту цель не привлекла к ненужным жертвам среди гражданского населения, либо же к повреждению других гражданских объектов. Могут ли военные объявить какую-либо территорию или акваторию зоной военной опасности? И потом законно, с точки зрения международного права, наносить туда удары? Дело в том, что зону можно объявить, но людей вы не можете объявить военной целью. Поэтому все равно, даже если вы объявляете, вы об этом предупреждаете, что вы будете наносить удары, вы можете предупредить, необходимо это сделать, что вы можете наносить удары по военным объектам, в том числе в городах и так далее. И это тоже один путь такой гуманный, то есть предупреждается, что все, кто здесь проживает, либо находится возле военных объектов, цели лучше покинуть в интересах безопасности. Кстати, я хочу напомнить, что Украина обращалась с подобными призывами не один раз к жителям оккупированного Крыма, чтобы находились вдали от военных объектов, баз, аэродромов, складов и так далее, в их же интересах. То есть не один раз было такое. Что касается непосредственно, понимаете, мы можем или кто-то может объявить, но если там находятся гражданские лица, и они там находятся, например, не уехали из больницы, в которой там кто-то лечится или еще что-то, то все же, скажем так, необходимо корректировать нанесение ударов с целью того, чтобы минимизировать ущерб для гражданских. А вот здесь как раз разница между морской войной и сухопутной войной. Дело в том, что по морской войне зоны суднопласта могут закрываться из-за опасности ведения боевых действий. И тогда корабли, которые идут в эти зоны, они идут туда, осознавая риск того, что они могут быть атакованы. Это один момент. Если же мы говорим о сухопутной войне, то здесь, скажем так, простого объявления недостаточно. Должно быть вот эти критерии военной цели, то есть что атакуются именно военные цели. Если это зона активных боевых действий и практически весь населенный пункт используется как-то, тогда да, государство может говорить, но опять же, все равно это вопросы атак только по военным целям. Потому что могут быть зоны, которые обозначены, либо, скажем так, согласованы, либо называются сторонами, которые не могут быть атакованы. Ужас атаки драмтеатра в Мариуполе, помимо жертв, состоит же в том, что там большими буквами было написано «дети», и он не использовался для военных целей. Там были только гражданские люди. То есть это как раз защищающаяся сторона. Украина пыталась создать, ну, указать объект, который нельзя атаковать. Но, понятно, для России это не имело никакого значения. Они просто стерли с лица земли вместе с детьми и гражданским исцелением. То есть, опять же, объявить что-то, да, это возможно. Иногда это даже необходимо, потому что вот как раз одна из обязанностей атакующей стороны – это предупредить. Ну, вот тот пример с болванкой вспоминаем, да, то есть тогда это болванкой было сделано. Но можно это сделать и путем объявления, что да, вот мы будем атаковать вот в этом направлении, либо вот эти цели. Это по возможности, да, это необходимо сделать для того, чтобы, опять же, это определенным образом уменьшить жертвы среди гражданского населения. Но это не отменяет обязанности атаковать исключительно военные цели. Неизбежно во время войн деятельность военных и гражданских пересекается. Возможно ли в таких условиях минимизировать потери среди мирного населения? Могут ли наноситься удары по объектам в населенных пунктах, в которых остаются еще гражданские? Если, например, даже допускаем вариант, когда стоят какие-то средства, стоит какая-то артиллерия, либо склад, по нему наносится удар. И можно просчитать, что этот удар в определенное время суток, в определенном районе, с использованием определенного типа вооружения, с точным наисением удара, приведет к тому, что может быть, скажем так, ударная волна и какие-то последствия, но которые не приведут к гибели гражданских лиц, то абсолютно, если даже у кого-то выбьют окна, или что-то упадет на машину, или где-то там упадет столб и так далее, вследствие этих атак, это абсолютно правомерные будут действия. Но это должно быть просчитано, потому что в обратном случае, если это приведет к гибели десятков или сотен гражданских, и вы знаете, что тогда, может быть, эти действия будут отложены. Я знаю, мне известны случаи, когда у нас корректировались нашими войсками проведение определенных операций на оккупированных территориях, поскольку командование считало, что это может поставить под угрозу значительное количество гражданских лиц. Их даже от некоторых операций отказывались или переносили их. То есть, а когда операции понимали, что можно ударить, потому что в этом районе там либо люди выехали, либо там это не приведет к каким-то разрушениям масштабным, то тогда да. То есть, ну, тут просто необходимо понимать, что вести войну было бы невозможно, если бы, ну, скажем так, и защищаться, если бы вообще не действовать против противника в районе городов там и так далее. Но же вообще невозможно. Поэтому вести войну можно, если, опять же таки, эта война не агрессивная, а война самообороны, но с минимальной, с минимизацией жертвы гражданского населения. Если предприятие одновременно производит гражданскую продукцию и военную, является ли оно законной военной целью? Здесь должна быть конкретная информация об использовании для военных целей. То есть, если значительное производство, все производство того, ну, вот здесь и сейчас идет для военных нужд, то тогда да, это законная военная цель. Если же есть... А, да, еще вот один важный момент, о котором я забыл сказать. Все сомнения трактуются в пользу гражданского объекта. То есть, если есть какой-то объект, и у нас есть сомнения военная, законная военная цель, или это все-таки гражданский объект, и у нас недостаточной информации, либо какие-то другие есть, скажем так, ну, откровенная недостаточность и в том, чтобы быть уверенным, что это законная военная цель, действует презумпция того, что это гражданский объект, и атаковать запрещено. Вот если же есть информация, подтвержденные данные о том, что конкретный завод в значительной степени используется для военных целей, или при этом он в значительной мере может повлиять на военные преимущества. То есть, ну, допустим, это какой-то завод высокоточных технологий, даже значительная часть которого она там для гражданских целей, но при этом это вооружение настолько важно и настолько серьезно влияет на ход боевых действий, то тогда понятно, что вот это вот получение военного преимущества, оно будет значительным при атаке. Ну, вот из последних примеров, мы до конца не знаем, была ли атака, не была ли атака, что там произошло, ну, скажем так, гипотетически, вот завод, который производит под Москвой оптическое оборудование. По крайней мере, даже то, что в средствах массовой информации активно обсуждалось, что практически вся продукция этого завода идет для оптики для танков, ну, или подавляющее большинство продукции идет для оптики для танков. Ну, все, тогда это очень похоже, что это законная военная цель. А как быть с работниками таких заводов? Ведь они и не являются комбатантами. Хороший вопрос. Но на этот вопрос как раз вот и есть ответ, что когда мы говорим о минимизации жертв, то есть необходимо избирать такой момент, когда, например, либо, может быть, там, где нету 4-5 смен или 3 смены, которые не работают ночью, то есть производственные мощности там работают в выходные, но не работают в круглосуточном режиме, значит, удары желательно наносить в ночное время суток, когда там нету много людей, многих, когда там ограниченное количество находится. Это первый момент. Второе – это бить точно по тем местам, которые известны для того, чтобы причинить разрушение. Вот как действовать. Собственно говоря, ну, скажем так, на войне все делается, если делать все правильно, то делается все для того, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения. Но, к сожалению, во время войны бывают случаи, когда абсолютно исключить ранение там или гибель кого-то из гражданских бывает практически невозможно. Именно поэтому международное право исходит из такой категории. Если вы жертва агрессии и ведете действия, реализуете свое право на самооборону, хотите прекратить войну, которую против вас начали незаконно, вы можете действовать, наносить удары по военным целям таким образом, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения и делать это так продуманно в каждой конкретной ситуации, чтобы не повлечь больше вреда, нежели это могло повлечь там в какую-то ситуацию. Вот так это трактуется. Мы не раз видели, как российские войска попадали по жилым домам или гражданским объектам, что приводило к большому числу жертв среди мирных украинцев. А потом Россия заявляла, что она этим ударом якобы уничтожила военный объект. Можно ли считать такие заявления фактически признаниями в совершении военных преступлений? Фактически да. И даже не то, что в сокрытии этого преступления, помимо совершения, а еще и в сокрытии этого преступления. Дело в том, что когда это стоит многоэтажка, девятиэтажка, грубо говоря, и она используется только гражданские там живут. И все прекрасно знают, что там военных нет. Если же и есть какие-то военные, они там отдельно квартируются, ну, может, там в одной, двух, трех квартирах всего дома. И то там по одному, по два человека, ну, грубо говоря. Все равно в этой ситуации, атака на такой объект, она незаконна. Потому что это и вопросы пропорциональности, и вопросы неприменения предупредителей. Ну, прежде всего, это вопросы пропорциональности. Это все равно остается гражданским объектом. Ну, и понятно, что инфраструктура, да. Даже если мы говорим о какой-то там двойном назначении. Вот еще один такой пример. Это атаки на энергетическую систему Украины. Вот, да, энергетическая система это классические объекты двойного назначения. Но, опять же, здесь действует тот принцип, что запрещено атаковать энергетическую систему, если будет причинено серьезное страдание гражданскому населению. Одно дело атаковать трансформаторную будку на территории воинской части, и другое дело атаковать трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством полгорода. Как бы это разные разные объекты. И если в первом случае это, да, это военная цель, поскольку уничтожение этой трансформаторной будки приведет к тому, что воинская часть окажется без электричества, то если же мы говорим о подстанции, которая обеспечивает целый город, то просто здесь по принципу пропорциональности запрещено атаковать подобную цель. Даже если в этой половине города находится какая-то воинская часть. опять же вопрос того, что полгорода останется гражданского населения без электричества. И вот здесь я просто к чему, потому что вот эти вот так называемые оправдания России, что мы атаковали военный объект, инфраструктуру, ничего кроме отвращения уже не вызывают, поскольку настолько очевидны атаки на гражданские объекты, то есть опять же вот эти жилые девятиэтажки, когда просто атакуются торговые центры, в которых нет военных. И действительно можно воспринимать как факт того, что они признали факт атаки и соответственно они признались в том, что они совершили атаку, причем преднамеренно на конкретные объекты. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил ведения войны и совершения военных преступлений? Ответственность предусмотрена тем, что практически в уголовных кодексах любой из стран, даже России, есть отдельная глава о военных преступлениях и преступлении против человечности. Начиная от призыва проводить геноцид, за что можно было бы судить, наверное, достаточно много товарищей в России уже давно, в том числе и пропагандистов, заканчивая убийством гражданских лиц, неизбирательными бомбардировками, как было в Мариуполе или как было, например, в Салтовке, в Харькове или в других городах на востоке. Да не только на востоке, а по всей Украине. И кроме уголовных кодексов есть международное право, есть Устав Международного уголовного суда, Римский статут, который предусматривает ответственность за это, то есть за преступления против человечности, геноцид и военные преступления. Есть Конвенция о запрете проведения геноцида и многих других действий. Есть Женевские Конвенции и, соответственно, ответственность предусмотрена, скажем так, международным уголовным судом. Это определяет суд, может быть, и пожизненное заключение, то есть там. Они не имеют сроков давности. Если исходить из юридикции разных государств, там разные степени ответственности, но особенность военных преступлений и попротив человечности в том, что вы можете быть осуждены за осуществление такого преступления на территории Украины, будучи гражданином России, можете быть осуждены в Германии, в США, в Нидерландах, в Испании, всюду, где по меру вас поймают. То есть вот особенность, скажем так, привлечения к ответственности по подобным статьям. Итак, делаем выводы. Во время войны практически любой гражданский объект может стать законной военной целью, но лишь в том случае, если его действительно используют военные, и если удар по нему не принесет неизмеримо больше вреда гражданским. Если же угроза жизни и здоровью цивильных велика, и отказаться от удара невозможно, то людей необходимо предупредить заранее. Эти и многие другие правила человечество вырабатывало столетиями, чтобы уберечь как можно больше невинных жизней. Но Россию никогда не останавливали ни мораль, ни какие-либо правила, даже если она согласилась их соблюдать. С вами был Константин Игначук. Всего доброго.